МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Учиться, жить, лечиться. Здесь 103 или сколько миллионов было, еще будет. За красивые посады челнинских объектов заглянула Алина Зинатолина. Платить за горячую воду будем по-новому. Сегодня у нас будет все подробно и ясно. Ожидать ли повышение суммы в счет фактурах? Анна Городнова. Двигаться вперед, несмотря ни на что. Мы делаем так, чтобы через 4 года, через 8, и кратный цикл, у нас постоянно были ребята, которые будут продолжать. На турнире по плаванию имени Александра Попова побывал Сергей Хайдаров. Один заложили, второй открыли, третий одобрили. Сегодня в особой экономической зоне Алабуга особый день. Рустам Миниханов запустил завод аккумуляторных батарей и дал старт строительству завода удобрений. Что это значит, для экономики республики, выясняла Альбина Асалгараева. Закладка камня символическая, но работы уже ведутся вполне реальные. Этот завод по производству комплексных минеральных удобрений, отличаясь от остальных, продукции будет высокоэкологичной. Имеем опыт работы с аузотными удобрениями, но современная агротехника требует более тонкого подхода. 120 тысяч тонн продукции на первом этапе будет производиться на этом комплексе. Я считаю, что этот проект очень важный для нашего агропромышленного комплекса, для АПК нашей страны. Пока только чистое поле, но к концу следующего года завод должны запустить. Инвестор рассказал, почему он выбрал именно особую экономическую зону для ведения бизнеса. Это интересно и с точки зрения логистики для нас, потому что это достаточно центриста для нашего производства. Ну и, собственно говоря, та инфраструктура, которая предоставляется Абугой, с точки зрения энергетики, с точки зрения транспортной логистики, очень привлекательна. Заряжать республику теперь будут на этом заводе с символичным названием БАРС. Сегодня запустили производство аккумуляторных батарей. Это единственный в стране завод с полностью автоматизированной сборкой аккумуляторов. На первом этапе полтора миллиона батарей будет здесь производиться, и мы видим, какой уровень технологий используется. Значит, соблюдены все экологические нормы. Ну и с учетом того, что мир движется в сторону электромобиля, здесь закладывается серьезная база для производства в нашей стране электромобилей. Нас поддержали все в нашей республике, и вот благодаря всем нам этот завод построили. Управление, ведение бизнеса, привлечение инвестиций сегодня же прошла защита проектов выпускников корпоративного университета особой экономической зоны. Здесь я реализую проект, связанный с темой Абугой-3. Это строительство беломинового завода рядом с крупным предприятием «Аммоний». Необходимо было получить коммерческое предложение и выявить определенные точки роста, над которыми мы можем поработать для дальнейшего развития. Эти ребята – будущие топ-менеджеры особой экономической зоны «Алабуга». Они возглавят приоритетные проекты, получат на это возможности и ресурсы. Альбина Слагараева, Андрей Сентальцев, ТНВ «Алабуга». Большие значимые объекты сегодня заработали и в Челнах. После капремонта сдали вторую горбольницу, новоселы переехали в свое социопотечное жилье, обновленные кабинеты принял студентов в строительный колледж. Республиканские программы в деле оценила Элина Зинатулина. Кирпичик за кирпичиком осваивают профессию первокурсники Камского строительного колледжа. А вернее, сразу две профессии. Такой стандарт. Дамир Минабудинов учится на каменщика и сварщика. После капремонта здесь 10 современных мастерских, так что оттачивать навыки можно в реальных условиях. Поначалу было сложно, а потом как-то привыкаешь, сразу все получается. Глазами работает и все получается. Это новый дом. Вы знаете, ребята с удовольствием приходят учиться. Это совершенно другое отношение к учебе. Сегодня это 1270 студентов. Доступны 4 специализации и 8 профессий. На площадке Рустам Миниханов примерил шлем сварщика и вникал в работу ребят. Так, вы сейчас стерли, а потом дону что-то? Да, и вот то, что наверху. Это лессировка. Нижняя лессировка. Декоративные выкрасы. Громкие, теплые, аглодисменты. От тех, кто готовится строить дома, к тем, кто обживает собственное жилье. Ключи от квартир сегодня получили новоселы дома в поселке Сидоровка. Десятиэтажка на 183 квартиры построена по программе социепотеки. Через 10 дней по соседству сдадут и вторую высотку. У нас большая программа капитального ремонта. Каждый год почти тысячи многоквартирных домов мы ремонтируем по программе капитального ремонта. Ну и наша программа социальной ипотеки. Она реально является доступной для молодых семей, для работников предприятий, для работников бюджетных учреждений. Урожаем вам огромную благодарность за наш такой красивый дом. Мы надеемся, что наше уютное гнездышко будет счастливым. Не только красивый фасад, но и современное оборудование, готовое к работе. Это уже вторая горбольница. Открылась после капремонта. Томография, эндоскопия уникальные узкие специалисты. Сегодняшний уровень позволяет статцентрам здравоохранения для всего Северо-Востока Республики. Здесь же роддом, женская консультация и поликлиника на 300 посещений в смену. Самое главное сделать наши поликлиники более доступными, более понятными в работе. И для того, чтобы население приходило не только по случаю заболеваний, но и для профилактических целей. Программа капремонта поликлиник, стартовавшая в этом году в Татарстане, рассчитана на 2 года и 8 миллиардов рублей. В Челнах, помимо сегодняшнего открытия, ждут модернизации и других объектов. В списке на этот год 15 поликлиник. Лена Зинатульна, Марат Зайдулин, Лишат Аюбов, Альберт Шфигулин, ТНВ Набережной Челны. И сегодня в Закамье день кадровых перестановок. В Актаныш вернулся экс-министр Энгель Фатахов. А в Тукаевский перешел руководитель Актаныша Фаил Камаев. Пока они приступили к обязанностям с приставкой исполняющей обязанности. Как далее будут складываться пазлы районного руководства, изучил Дмитрий Аринин. То, что говорилось кулуарно, сегодня подтвердилось официально. Энгель Фатахов, покинув Министерство образования и науки, отправился в другой конец республики и фронт работы. В родной ему Актанышский район, который он до своей министерской работы возглавлял без малого 14 лет. При этом Фаил Камаев, что до сегодняшнего дня был главой Актанышского района, теперь возглавит соседний Тукаевский район. А их прежняя глава Василий Хазеев уходит на пенсию. Это сегодня решилось на заседаниях районных советов. В Актанышском районе местные депутаты единогласно проголосовали за назначение Энгеля Фатахова, исполняющим обязанности руководителя исполкома. Ну я рад за то, что я здесь, в Актанышском районе. Во-первых, я очень благодарен президенту, что он ничего не не ханул в нашей республике, за то, что мне предоставлено возможность снова вернуться в свой родной район. Прежний руководитель исполкома Рустем Ильясов и глава района Фаил Камаев сложили с себя полномочия. Ушедший руководство Алексей Писошин поблагодарил за работу, отметив ряд показателей, в частности, рост производства в районе. Наш парк станет излюбленным местом отдыха всех остальных. И это становится залогом развития социальной сферы. Как раз сегодня открыли несколько объектов. Новый парк, дом культуры, общественный центр и центр детского творчества. За многолетний добросовестный труд указан президент Республики Татарстан Рустаму Галевичу Мениханова. От 7 декабря 2017 года Валерий Сбавчин награжден медалью Республики Татарстан за доблестный труд. Спустя несколько часов Фаилы Камаева избрали уже исполняющим обязанности руководителей исполкома Тукаевского района, где прежние руководители сложили с себя полномочия. Первым лицом, руководителем района, это очень большая ответственность. Могу с уверенностью сказать, что Валерий Сбавчин с честью справился с самыми сложными задачами. Конечно, решили много вопросов и очень много нерешенных вопросов. Это правильность вам остается, они из-за района эти вопросы никуда не уходят, они остаются здесь. Потому, еще раз всем большое спасибо за совместную работу. Теперь в Актанышском и Тукаевском районах пройдут конкурсы, по которым будут определены руководители исполкомов. Документы от соискателей этих должностей будут приниматься в течение 20 дней. Глав же районов предстоит избрать местным депутатам. Дмитрий Айригин, Марат Зайдулин, Регина Салахова, Марат Сарахов, ТНВ, Актанышский, Тукаевский районы. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Объектом нашего журналистского расследования сегодня стал Рыбно-Слободский район. В последние годы он не поднимался выше 42-го места. Район в последние десятки по инвестициям в основной капитал. Рыбная слобода в конце рейтинга по добавленной стоимости на душу населения. Это значит, нет производства, нет переработки. Пожалуй, самый выразительный показатель неблагополучия – демография. Идет естественная убыль населения. За прошлый год район потерял больше 200 человек. Это больше, чем в каком-либо другом районе. Альбина Минебаева оценила состояние района, прелести жизни одних и чаяния других. Это чей дом? Главы. Большой? Ну, как видите. Большой кирпичный дом с фамильным гербом. В кованых буквах угадывается имя главы Рыбно-Слободского района Ильхама Валеева. В деревне Полянка этот дом с легкостью указывает как местные жители, так и проезжающие. Ну, к концу едете налево и тоже самое. Вид на его? Ну, как бы, да, можно разглядеть. Оформлять землю глава Рыбно-Слободского района Ильхам Валеев начал еще, когда был руководителем исполкома в 2007 году. Договорился с прежним владельцем, а через два года участок перешел его жене. 304 рубля такова сумма сделки была в 2009 году по покупке этого участка. А площадь-то 5000 квадратных метров. 5000 квадратных метров это то, что зарегистрировано в кадастровой службе. Фактически это больше 6000. Если посчитать, то один квадратный метр обошелся в какие-то там 5 копеек. И часть общего берега оказалась в личном пользовании главы. По водному кодексу это общая территория, в реалиях частная. Какой-то может быть участок, там берег, водоохранная зона. Вы сами туда рыбачить ходите, не ходите? Куда, в загородку, что ли? Я что туда пойду, в загородку-то? Так там же берег-то общий. Нет, он с обоих сторон перегорожен. Минекология уже выезжала с проверкой, оказалось это повторное нарушение. Стройка на данном участке была снесена. Это нарушение является уже повторным. Также будет осуществлен выезд инспекторов Министерства экологии. И выдано предписание об устранении данного нарушения. После деревни сразу сам поселок Рыбная, Слобода, на окраине местный долгострой. Строительство рыбного завода по выращиванию осетровых стартовало еще в 2011. Но вместо заморских мальков здесь только местный охранник. Строили вообще, когда последний раз? Это в 2019 году. Заказчиком выступала компания Чулман. По данным наших источников, фирмой владели родственница главы и его сын. Сейчас запущена процедура банкротства со стороны кредиторов. В строительство было вложено почти 100 миллионов бюджетных рублей. Однако пока здесь только долги перед подрядчиками. То есть устроено этот объект. То есть он не получил по актам выполненных работ денежные средства. Рыбы не поплыли, но инвестиции уплыли. Якобы исполком района пытается найти новых спонсоров. Для завершения данного объекта сейчас необходимо в порядке тоже где-то 250 миллионов. Мы этот объект все равно завершим. Мы его до конца доведем и создадим новые рабочие места. Кто уж работает, давно, например, обустроились, они уж работают. А вот так вот молодежь, в принципе, тяжеловато найти работу. В Казани работает наше, здесь, на Слободской, но здесь работа найти очень-очень трудно. Нарушаешь сам, разрешаешь нарушать другим. Непонятно, как оказались кафе и гостиницы на участке трассы Уфа-Москва. Место лакомое. Только по всем документам это земли сельхозназначения. Двухэтажный дом на участке в 7 тысяч квадратных метров. Больше напоминает гостиничный комплекс, правда, недостроенный. Но, опять же, по документам этот дом землевладельца и на земле сельхозназначение. Однако механизаторов мы здесь не встретили. И уже совсем выпивающие факты были выявлены антикоррупционной комиссией. При выделении участков определенным лицам в районе. В тысячи раз снижалась его кадастровая стоимость, а стоимость аренды и того в пять тысяч раз. И что не сделаешь ради родственников, так племяннику главы района удалось догнать и обогнать всех очередников при выделении субсидий и получить жилье за год. Антикоррупционная комиссия утверждает, районная администрация не руководствуется списками, а лишь родственными и личными принципами, как норма жизни. Это далеко не все, что можно сказать о Рыбно-Слободском районе и главе. Подробности смотрите в спецрепортаже в программе «Семь дней» в эти выходные. Альбина Менебаев, Ренат Сафин, Лина Зинатулина, Дмитрий Алинин. ТНВ. Рыбно-Слободский район. В Черемшанском районе идет активная скупка паевых земель у жителей села Лошманка. Цена привлекательная – 25 тысяч за паи. Скупщик этих участков владеет уже 60% земель района. Я удивляюсь, это просто, если алышился у человека, значит, но все равно двумя ложками не кушаешься. Ложка одна все равно. Приобретателя земель и о его способах работы местные жители знают не понаслышке. Якобы нет солярки, якобы нет денег, поля стоят непаханные, но часть же вспахали. Вот в сторону Лениногорска все в норме. А у нас около 20 гектаров в этом году остались нетронутыми. Это же земля Минцагита Шакирова? Да, за ним закреплены. Как Шакиров? Хорошо работал? Ну, в себе, в карман, да, на работу хорошо. А до того, как он пришел, как было? Порядок был. Какая участь постигла сельхозпредприятия? В свое время они были лучшими. Когда они перешли к бывшему главе района, а ныне председателю Совета Муниципальных Образований Республики Минцагиту Шакирову? Как это сказывается на уровне жизни населения и развития района? Смотрите в это воскресенье на ТНВ расследование программы «Семь дней». Не дать, не взять и остаться честным. Сегодня в Казани прошел республиканский молодежный антикоррупционный форум. На одной площадке школьники, студенты, преподаватели и представители госорганов во главе с Фаридом Мухаммедшиным. Они обсудили новые методы борьбы со взяточничеством. Так, самыми коррумпированными сферами остаются сферы медицины, образования и ГИБДД. Однако, по итогам соцопроса, только каждый одиннадцатый татарстанец в этом году сталкивался со взяточничеством. Два года назад, каждый седьмой. Платить за горячую воду татарстанцы будут по-новому. С 1 декабря Минстроя ввел фиксированные нормативы расхода на подогрев воды. Теперь стоимость будет зависеть от системы водоснабжения конкретного дома. Какие суммы ждать в счет фактурах, разбиралась сегодня Анна Городнова. Мы платим за горячую воду, исходя из двух величин стоимости холодной воды и ее подогрева. Если с холодной водой все понятно, ведь мы четко знаем, сколько потребили по счетчику, то вопрос с подогревом до сих пор оставался непонятным. Суммы татарстанцев за горячую воду варьировались от 90 до 300 рублей за кубометр. Новые нормативы утвердили, исходя из технических характеристик дома. Они зависят от того, установлен ли в доме индивидуальный тепловой пункт или многоэтажка отапливается от котельной. И от того, есть ли в квартирах полотенцесушители. Больше всего норматив установили домам с центральным горячим водоснабжением, полотенцесушителями и неизолированными стояками. Но на суммах в счет фактурах изменения не отразятся, успокаивают в Минстрое. Нормативы введены для того, чтобы упорядочить отношения теплооснабжающих организаций и населения за объем потребления горячей воды. Ранее это, скажем так, было хаотично. Механизм, он будет максимально способствовать, чтобы никто не хулиганил. С мира по нитке, по нитке голый на рубашь. Так и Минстрой собирается, значит, с мира не по нитке, а по несколько рублей собрать. Глава Союза домовых комитетов Геннадий Сомов считает нормативы на подогрев воды с завуалированным повышением платы. Он уже подсчитал, платить придется больше на 20 рублей с каждого кубометра горячей воды. В новые нормативы заложили потери. В его же доме установлен индивидуальный котел. Если вода греется в доме, у нас потерь нет. Мы глеим сами свою воду, ее пропустили через систему горячего забрения и обратно вернули в систему. При расчете любого норматива на коммунальную услугу или на жилищную всегда учитывается какая-то погрешность или потеря уже изначально. То есть это уже сидит в тарифе. Казанцы, узнав о фиксированных нормативах, обрадовались. Система станет прозрачней, только бы платежки больше не стали. Зарплата на том же уровне, а ЖКХ все растет и растет. Много в год, по 4-4,5 тысячи. 5 тысяч. Фиксированные расходы на подогрев воды Минстрой ввел с 1 декабря. Поэтому будем ли платить больше, станет известно уже в следующем месяце с новыми счет-фактурами. Анна Граднова, Амир Залюшев, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана и вот о чем далее. Симбиоз красоты и таланта. На жемчужину Татарстана взглянула Динара Камалова. Двигаться вперед, несмотря ни на что. Мы делаем так, чтобы через 4 года, через 8, или кратный цикл, у нас постоянно были ребята, которые будут продолжать. На турнире по плаванию имени Александра Попова побывал Сергей Хайдаров. Бал Кэш Бал Кэш засияет огнями победы. Сегодня Оргкомитет фестиваля исполнителей и ветеранов с участием Фарида Мухамедшина обсудил концепцию его пятого сезона. Бал Кэш пройдет в несколько этапов. Начнется с отборочного тура в семи районах, а финальных галоконцертов два. Первый в мае посвятят годовщине победы, а второй в октябре столетию комсомола. Так Оргкомитет хочет отдать дань поколению, чья молодость прошла на великих стройках. Мы поражаемся отдельным номерам, с которыми выступают наши певцы, чтецы, баянисты, танцоры. Это видно и в сельской местности, это видно и на городских сценах. Это очень дорогого стоит. Сегодня в Саранске, в преддверии Дня Героев Отечества, прошли торжественные мероприятия. В них приняли участие представители всех регионов ПФО. Среди приглашенных и татарстанцы удостойны высоких званий. Героев Отечества, Герои соцтруда, полные кавалеры Ордена Славы, ветераны Великой Отечественной войны, участники локальных конфликтов. В столицу Мордовии прибыл полномочный представитель президента России Михаил Бабич. Он участвовал в торжественных мероприятиях, в том числе открытие нового городского проспекта. Сегодня, открывая проспект Российской армии, мы демонстрируем приятность поколений. Мы говорим о том, что мы помним нашу историю, мы ее хорошо знаем. Эти уроки всегда будут основой развития нашей страны. Но для того, чтобы в памяти людей оставались славные победы наших в России, оставались ее достижения и завоевания, мы будем продолжать эту границу. Двухсотлетие татарского просветителя Шагабуддина Марджани в будущем году отметит Татарстан. Сегодня в Арском районе, к памятной дате, открыли музей, мечеть и обновленный родник. Как труды Марджани продолжают жить и передаваться от поколения к поколению, расскажет Салават Махмадулин. Новая мечеть, обновленный родник и музей Марджани. Это подарок Арскому району и его жителям от компании Таттелеком. Один из самых крупных операторов связи республики объявил следующий год годом Шагабуддина Марджани. По инициативе генерального директора Таттелеком Лутфулы Шафигулина, в селе Ташкичу построен мемориальный комплекс. Он стоит во дворе школы села Ташкичу. Сегодня же в стенах сельской школы распахнул двери музей Шагабуддина Марджани. Гостей встречает портрет Марджани. Узнать, как выглядел просветитель, о чем писал и что пишут о нем потомки, ученики могут прямо на перемене. Среди экспонатов есть и оригиналы рукописей. Трудно подобрать самое подходящее место для того, чтобы правильно формировать вот эту идеологию и мировоззрение. Источник жизни физической – вода, а духовный по Марджани – религия. Так два источника слились в родники имени просветителя. Сегодня он открылся после богоустройства территории. Мы должны работать над сохранением национального самосознания и духовного богатства. На пути к этому сегодня мы сделали большой шаг. Естественно, останавливаться нельзя. И эту работу нужно продолжить. Чтят память великого земляка и в других деревнях Арского района. Так в селе Семидбаш сегодня открылась новая мечеть, построенная в честь 200-летия Шагубудина Марджани и 90-летия Нурислава Нигматулина. Самое главное, сюда же вовлечены очень много людей. Тут работали десятки, десятки людей, которые искали источники, рукописи Шагубудина Марджани, книги. Вот это все создано неделями, месяцами, совместно мозговых атак, советов и так далее. Не так просто все делается. Сегодня компания Таттелеком связывает тысячи татарстанцев через интернет, телевидение, мобильные телефоны. Сохраняя и приумножая память Шагубудина Марджани, Таттелеком, как машина времени, связывают уже поколения потомков татарского просветителя. Красивые и утонченные, при этом сильные духом и волей, в Казани сегодня выбрали жемчужину Татарстана. Это конкурс красоты среди женщин с ограниченными возможностями. Он уже четвертый год объединяет тех, для кого инвалидность не приговор. А веря в жизнь, невзирая на диагноз, Динара Камалова. Откуда берется искренность и чистота? Чуть позже на этот вопрос Надежда Дресвянникова ответит со сцены. Пока же в гримёрке девушка репетирует. Она собирается покорить жюри конкурса красоты стихотворением собственного сочинения. Ямбом и Хареем при ограниченных возможностях девушка уже не раз доказывала свой неограниченный талант. Упутав всю землю холодом, они дарят ей лишь свежесть. Жемчужина Татарстана объединила 10 талантливых девушек со всей республики, каждый из которых есть чем удивить и есть что рассказать. У них у всех группа, но ни коляска, ни спрятанный под платьем протест не помешал им сегодня выйти на сцену. Подбодрила же девушек сама Сати Казанова. Красивые и умные жемчужины на одной сцене. Здесь юристы, программисты, бухгалтеры. Этот конкурс для многих станет новой ступенью в карьерной лестнице. И примеры таких взлётов уже есть. Хочу стремиться помочь найти эту работу и вообще помогать людям с инвалидностью. Потому что именно для этого я пришла в профессию юриста. Сегодня помощник главы Зеленодольского района. Это наша жемчужина, победительница конкурса. После нашего конкурса обрели второе дыхание, обрели семейное счастье, обрели новую специальность. И давно вечность, и неземная бесконечность. Все они победили, если не в конкурсе, то по жизни. Каждая из участниц была отмечена с жюри. Динара Камалова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Олимпийское будущее страны. Сегодня в Казани стартовал детско-юношеский турнир по плаванию имени олимпийского чемпиона Александра Попова. Свои силы на казанской воде попробовали почти три сотни лучших молодых пловцов из России, Казахстана, Киргизии, Германии и других стран. Какое олимпийское будущее ждет Россию, увидел Сергей Хайдаров. По словам пловцов, именно в этот момент они забывают обо всем. Для них есть только дорожка, вода и время. Казанский бассейн собрал сегодня лучших молодых спортсменов России, Азии и Европы. Для многих турнир имени олимпийского чемпиона Александра Попова – важнейший старт жизни. Я справился, приплыло плохо. Думал, приплыли 32-50. Не очень, это не основной стиль. Сейчас будет 200 кролем, вот там буду работать. Ну а прямо сейчас идет чемпионский заплыв. Спортсмены действительно идут по-настоящему хорошо. Даже идя по суше, мне приходится за ними поспевать. Кстати, они плывут кролем. И этот стиль плавания считается одним из самых быстрых. Мотивация спортсменов сегодня запредельная. За ними наблюдают сразу два олимпийских чемпиона. И легенды спорта уверены. В такое тяжелое для российского спорта время нам важно сплотиться. В церемонии закрытия, если все требования с нашей стороны будут выполнены, то и Олимпийский комитет России, и национальная команда получают полное признание. И, в общем-то, возвращение того, что у нас было. Можно было бы на всех обидеться и прекратить проводить турнир для юнош. Мы делаем так, чтобы через 4 года, через 8, или кратный, понятно, цикл, у нас постоянно были ребята, которые будут продолжать. Имя обладателя Кубка Попова мы узнаем через два дня. Соревнования завершатся в выходные. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Далее вас ждет информация о погоде на завтра. Всего вам доброго. Здравствуйте. В начале выпуска интересная информация. Шкаф-купе по вашим размерам быстрый и качественный. 3D-проект шкафа. Доставка и установка бесплатно. Только в декабре назовите пароль «ДМ-мебель» и получите 25% дополнительной скидки на ваш шкаф-купе. Данил Мастер. Настало время низких цен. Город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2, 167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода», завтра на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет пасмурно, временами пройдет снег. Температура воздуха – минус 9. На северо-востоке в Нижнекамске, набережных Челнах, Елабуге также пройдет снег и 9 градусов ниже нуля. На севере республики Менделинске, Агрызи, Менделеевске местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут – минус 8. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтасе синоптики обещают 10 градусов ниже нуля, небольшой снег. Жители юго-запада Татарстана ожидают пасмурная погода местами с небольшим снегом и 8 градусов мороза. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши будет также пасмурно и снежно – минус 9. В последующие дни температуры станут еще ниже, особенно это будет заметно в ночное время. Фермерское хозяйство Лутфулина предлагает к новогоднему столу мясо птицы – гуся, утки, мулларда, индейки и бройлера. Деревенское мясо птицы и субпродукты «Восиного Казань». Деревенский бройлер – 140 рублей килограмм. Деревенский гусь – 250. Деревенская индейка – 220. Деревенская утка – 180 рублей за килограмм. Не можете определиться с подарком на Новый год? Нет ничего проще. Ультрасовременная и красивая кухонная посуда торговой марки «Кукмара» станет желанным подарком в любом доме. Вместе с «Кукмарой» вы подарите себе и своим близким незабываемый вкус и аромат праздничных блюд. Встречайте Новый год с «Кукмарой». Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей «Литойтл» со стенной алюминиевой посудой под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуды с антипригарным и декоративным покрытием, товары для туризма и отдыха, формы для хлеба. Завтра в Казани будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха – минус 9, минус 11. Ветер западный – до 2 метров в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров артутного столба. Влажность воздуха – 88%. Ожидается небольшая магнитная буря. Берегите себя. В конце выпуска еще одна информация. Санаторий Бакирова – одна из ведущих здравниц Татарстана. Известны далеко за пределами как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляют здоровье более 17 тысяч человек. Целебные грязи и чудодейственный климат, забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить здоровье. Наконец-то я приехал в Бакирово. Райский уголок от Орстанской Швейцарии. Да, слов нет. И тайные суда – шведский столб. Комфортные переходы. Мацеста и грязи делают чудеса. Бакирово. Наш санаторий.